Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о здоровье наших сосудов. Ну, актуальность такого разговора очевидна, потому что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний прочно занимает верхние строчки статистики. Ну, разговор у нас, естественно, будет профессиональным, а для этого мы пригласили в нашу студию специалистов, которые непосредственно сталкиваются с этими проблемами каждый день. Это заведующий отделением скорой помощи курортного района Геннадий Феликсович Бидерман. Добрый вечер! И кардиохирург городской больницы номер 40 Максим Васильевич Агарков. Здравствуйте! А напоминаю вам, уважаемые телезрители, что мы проводим традиционный конкурс зрительских вопросов. В конце передачи я попрошу наших гостей, сегодня вот они, видимо, даже, может быть, и спорить по поводу каких-то звонков, определить победителя, выбрать наиболее интересный вопрос, и телезритель, его задавший, получит приз. Сегодня это приз услуги больницы номер 40 на сумму 3000 рублей. Для начала начать наш разговор мне хотелось бы с вот такого вопроса, с информацией, которая у всех сейчас на слуху. Это ситуации, когда из-за того, что наши граждане препятствуют своевременному появлению скорой в нужном месте, умирают люди. Часто ли с такой проблемой сталкиваемся здесь, мы в нашем курортном районе, но прежде чем вы ответите на этот вопрос, давайте послушаем нашу телезрительную. У нас есть звонок. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Хочу поблагодарить тут, как и на телевидении, и всех, кто в этой передаче отрабатывает. Ну и, ну, первый вопрос, вот, скорой помощи. Вообще, это работало от них, дети, очень хорошо работают у нас все террористы, ну и все террористы, ну и все террористы, ну, как они называются, ваши врачи и санитары, и все. И хотел защитить вас, действительно, здесь придет сейчас идет. Ну, как-то вот на вызвать деду, всякий пьяный вызывает все, это страшно. Ну, как-то полицию в это дело, чтобы с вами проезжали, такие вот адреса, это невозможно, потому что и санитары носят вот эти надзирки, там, с четвертого зала надзора. Простите, пожалуйста, простите, я вас перебью. Во-первых, как вас зовут, скажите нам, пожалуйста. Как? Марина. Марина, Марина, будьте добры, а вопрос-то ваш какой? Спасибо за... А вопрос за то, что вот как-то скорую помощь защитить. Как защитить скорую помощь? Вот это полиция, вот вызывайте на вызова, ну, полицию пусть присоединяются, пусть полиции едут, потому что они ничего не могут сделать, если... И такой вопрос, вот, Хаджи Учарова, или как он, главный врач, да? Да, да, да. Благодарю, конечно, за такую профессию, и я просто... Такая профессия, это вообще. Хотел, чтобы результаты были соответствующие, а не с ней, не начальники. Если вы можете повлиять на зарплату, мы готовы принудить ваше предложение. Ну, если все услышат, я только за. И к тому, что, чтобы вот как на работе проводили всякие недосмотры, потому что у вас у всех есть, все, как говорится, проверяли вот эти медосмотры, проводились раньше, как раз и проводились. Понятно. Как при опеции, в месяц будут и заплаты будут и... Марина, будьте добры, давайте мы уже закончим тогда наш диалог, да? Спасибо вам за вопросы. Я думаю, наши гости поняли, в чем суть этого месседжа. Спасибо. Мы зафиксировали ваш вопрос. А переходим мы вот к ответу на мой вопрос, да? Часто ли в курортном районе случаются ситуации, когда скорой препятствуют приезду? Скорой в курортном районе скорой помощи мало препятствий для подъезда к пациенту. Сразу скажу, что по сравнению с Санкт-Петербургом, мы здесь доезжаем достаточно быстро и без проблем. Проблемы у нас возникают, когда мы уже подъехали непосредственно к дому, который у нас указан в сигнальном талоне вызова, а вот во дворах у нас сразу начинаются проблемы, потому что припаркованные, хаотично, тут другого слова даже и не подберешь, хаотично припаркованные машины, они не дают возможности проехать, ну не только скорой помощи, и другим экстренным службам. Вот зачастую мы во дворе тратим время больше, чем при подъездах по каким-то магистралям транспорта. И хотел бы сразу ответить на вопрос телезрительницы, если можно. Мы, конечно, никак не защищены, и когда мы едем на вызов, очень сложно предположить, что там будет какая-то агрессия со стороны пациентов, вот буквально по телефону, когда диспетчер принимает вызов. Ну никто не будет сразу в трубку кричать, приезжать ему, а здесь сейчас убьем там, и побьем. Все вызывают скорую очень ласково и требуют, чтобы побыстрее приехали. Все проблемы начинаются на вызове, когда что-то не устраивает. Как правило, это не сами пациенты, а окружение. Даже, может быть, не родственники. Родственники все-таки заботятся, а вот это какие-то друзья, знакомые. Вот всем почему-то кажется, что бригада делает что-то неправильно на вызове. Все же лучше всех знают, да, там. И начинают заставлять бригаду делать те манипуляции, которые им кажутся правильными. На таких, скажем, вот вещах часто возникают конфликты. Нам конфликтовать нельзя в бригаде. Вот. С нами, получается, можно. Это вот, что происходит на адресе. Это то, с чем мы чаще всего встречаемся. Чаще всего встречаемся. Если там вы, телезрители, имеют в виду нашумевший ролик, который показывает, когда, так назовем его, автохам, как сейчас модно, не пропустил бригаду скорой помощи, которая ехала к молодому человеку, и там смерть последовала. Ну, выпиющий факт, конечно. Естественно, легковую автомашину, пускай даже это внедорожник какой-то большой, всегда легче развернуть. Но там видно прекрасно, что человек даже не пытался пропустить бригаду. Это худший вариант нового русского, так называемого. Ну, да. Который, будучи на дорогой машине, решил, что ему можно абсолютно все. У нас есть звонок, слушаем нашего зрителя. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, можно вопрос? Конечно, как вас зовут? Сергей Иванович. Сергей Иванович, пожалуйста. Да, вот я хотел бы, чтобы доктор Хирург остановился, ну, в определенной степени подробно, там, и профессиональных знаний, и перспективы развития кардиохирургической помощи больницы 40, и вопросы, возможно, трансплантации на ближайшее будущее, органов, в смысле. Органов? Да. Ну, я напомню, что... Печень, там, вот, лёгкие, допустим, ракеи, да, вот так. Я напомню, что нашего гостя зовут Максим Васильевич Агарков, да, и он кардиохирург городской больницы номер 40. Давайте попробуем. Да, очень любят. Спасибо. Добрый вечер. Ну, по поводу развития кардиохирургической помощи в городской больнице номер 40, могу похвастаться с гордостью, сказать, что в нашем стационаре мы вышли на мировой уровень оказания кардиохирургической помощи, мы оказываем все возможные услуги по кардиохирургическому спектру, за исключением трансплантации. Но трансплантация, нужно понимать, что это отдельная специализация стационара, и трансплантацию нельзя сделать просто так. Чтобы провести трансплантацию, нужно проводить ее в рамках научно-исследовательского института, большого учреждения. И вопрос не в технической сложности проведения трансплантации. Мы в больнице можем выполнить трансплантацию. Проблема трансплантации в том, что пациентов нужно достаточно долго наблюдать. Наблюдать их нужно пожизненно, подбирать им различные препараты, дорогостоящие препараты, и оптимально заниматься трансплантацией. В специализированных учреждениях, когда-то вполне возможно, мы будем заниматься трансплантацией, но пока в этом нет необходимости, потому что есть созданные громадные учреждения в городе Санкт-Петербурге, Ведении, Алмазово, военно-медицинская академия, которые занимаются непосредственно трансплантацией, и ведут этих пациентов. Там создано специальное отделение штат врачей, пул пациентов подбирается. В спектре сарковой больницы нет пока такой специализации. А у нас есть звонок, и мы слушаем нашу телевизору. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Здравствуйте. 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 Меня зовут Виктория. Виктория, очень приятно. Слушаем вас. Вот у меня вопрос к заведующему. Когда вызываешь бригаду скорой помощи, они не оказывают первую помощь, а предлагают сходить в аптеку почему-то. Вот. И второй вопрос у меня по поводу, как бы я являюсь жителем курортного района, вот, у меня, как бы, все, полис есть, все хорошо. И почему-то навязывают платные услуги. Вот, как бы, я в положении нахожусь на четвертом месяце беременности. Стою на учете. И вот УЗИ, как бы, направляют делать платно почему-то. Но когда обращаешься в вышестоящее начальство, тогда уже все почему-то бесплатно происходит. Вот, как бы, ответите мне на такие два вопроса, пожалуйста. Спасибо, Виктория. Виктория, извините, можно уточнить? Скажите, пожалуйста. Да, да, да. Вы слышите, да? Виктория, скорая помощь, приехав к вам на вызов, посоветовала сходить в аптеку или это по телефону? Да, да, да. У меня были колотные боли, как бы, то есть они приехали, не надели бакилы, не помыли руки, вот. Пришли, как бы, единственное, они измерили давление, вот, и все, что они сделали. И врач, как бы, вот, я не знаю, как бы, один водитель дадал скорую помощь, а другая девушка была. Она говорит, что вам, сходить в аптеку, что ли? Таким тоннам, как бы она сказала. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Это даже не вопрос, скажем, а заметочка мне для дальнейшей работы лично. У меня к вам огромная просьба, Виктория, я сейчас отвечу на этот вопрос. Вы, если не знаете, мой телефончик запишите, я очень вас прошу, позвоните мне завтра днем, а телефончик 434-62-50, 434-62-50, мы с вами очень подробно обговорим, вы мне скажете, когда это было, ну, дату назовете, а дальше уже моя работа. Теперь к вопросу. Ну, конечно, это недопустимо. Я всегда говорил, и поверьте, что когда я узнаю, а я узнаю, кто был у вас на вызове, будет серьезный разбор полета, это недопустимо. Бригада, которая приехала на вызов, она должна заниматься своей непосредственной, своими непосредственными обязанностями. Обследовать пациента, выслушать жалобы, провести обследование, оказать медицинскую помощь и завершить вызов каким-то логическим, скажем, заключением, там, либо госпитализировать, либо купировать боли, оставить на месте, несущественно, что делать, главное закончить этот вызов. Вступать в полемику, куда надо сходить, в аптеку или не в аптеку, это вообще не задача бригады скорой помощи. Что касается платного УЗИ, вот я не понял, это тоже мы как бы, да, посоветовали? Да. Что когда обращаются в вышестоящие организации, говорят, что все бесплатно, а когда приходят делать в поликлинику УЗИ, то ее направляют на платное. К сожалению, работа поликлиники не в моем, скажем так, ведении. Ну, тоже могу сказать, что надо разбираться, должны делать бесплатно. Если вам показано УЗИ, тем более я так понял, что вы как бы готовитесь стать мамой, конечно, там все, что вам назначается, должно делать в условиях женской консультации или поликлиники по полюсу МС бесплатно. А, кстати, такой вопрос, когда приезжает бригада скорой помощи, они оставляют после окончания выезда какую-то, ну, свою визитку? Что это была за бригада? Или в этом нет смысла? Вы по времени и дню можете, конечно, понять, кто приезжал, да? Да, конечно, мы никаких визиток и данных своих не оставляем, пускай наших пациентов это не смущает. Здесь мы это делаем, опять же, в целях нашей безопасности. Многие сейчас удивятся, потому что только что мы говорили о безопасности бригады, и если мы начинаем оставлять свои фамилии, имя, отчества на адресе, разные есть родственники, друзья, вот, если кто-то хочет на нас пожаловаться, а может быть, наоборот, объявить благодарность нам, без проблем, можно обращаться к администрации. Конечно, можно обращаться к администрации, мы всегда знаем, кто был на вызове. Спасибо. Можно я немножечко... Сейчас одну секунду, мы приведем звонок, а потом слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, у меня такой вопрос. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, правда ли, что сейчас появились такие новые современные технологии, которые позволяют вырастить новые сосуды? Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Спасибо. Спасибо, интересный вопрос. Этот вопрос адресован, видимо, мне. Действительно, в стационаре в свое время был закуплен аппарат, который называется... который проводит ударно-волновую терапию. Это аппарат ультразвукового спектра. Препарат был предназначен для лечения пациентов, которым невозможно было выполнить аортокоронарное шунтирование, либо стентирование коронарных артерий, либо была выполнена эта процедура, но этого было недостаточно, ввиду поражения мелких сосудов. И этот аппарат помогает действительно вырастить новые капилляры, улучшает кровоток в сердце, соответственно, и улучшается кровообращение в сердце за счет того, что ультразвуком происходит ангиогенез, ну, развитие новых капилляров с помощью ультразвукового воздействия. Да, такой аппарат присутствует. А практика есть какая-то? Да, да, его используют. Его используем мы нечасто, потому что таких пациентов немного. Мы всех пациентов лечим с помощью стентирования, либо аортокоронарного шунтирования, и зачастую этого достаточно. Небольшое количество пациентов действительно нуждаются в дополнительном лечении. Но они есть, и они получают эту помощь. Спасибо. Вы хотели что-то добавить? Да, я хотел спросить, просто задать вопрос Геннадию Феликсовичу. В свое время я тоже работал на скорой помощи, и у меня сразу возник вопрос в дополнение. А сейчас скорая помощь Бахилы приносит с собой, или, соответственно, должны предоставлять Бахилы люди, которые вызывают? Вот этот вопрос меня сразу заинтересовал. Спасибо, спасибо, Максим Васильевич, за вопрос. Сразу хочу сказать, что мы вместе работали на скорой помощи 20 лет назад в одной бригаде даже. Я даже больше скажу. Сейчас вышло распоряжение, уже вышло распоряжение правительства, скажем, вышестоящих организаций, в которых четко написано, что скорая помощь на вызове Бахилы одевать не обязана, потому что это и по технике безопасности. И потом, там даже написано, вот санэпидемстанция может поддерживать нас. Мы заходим в квартиру, начинаем одевать Бахилы на грязные ботинки, на грязную обувь. И, как говорится, вы же потом моете руки. Моем, но когда натягиваешь на ботинки, грязь остается и в труднодоступных местах, под ногтями, везде вот эти микробы, которые сразу просто так и не вымыть, Ваня. Поэтому, если кто-то хочет, чтобы мы не оставляли следов, то как-то убирают. На многих сейчас адресах убирают ковры, там, паласы, если есть, там, газетки какие-то стелят. Даже там, понимаете, появились такие, в интернете очень много тоже постов каких-то, которые не медики пишут, а пишут сами же вот наши, наверное, пациенты. Если скорую помощь на вызове заставляет одеть Бахилы, значит, не все там так плохо. Потому что, ну, ни у кого же в голову не приходит, когда возник пожар в доме и приезжает МЧС тушить пожар, предложить им одеть Бахилы. То есть, вот такая ситуация. Итак, Бахилы, скорая помощь, не обязаны одевать на вызове. А у нас есть звонок, к сожалению, да, слушаем нашего зрителя. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой вот. Вызывал скорую, травмы ноги у нас. В общем, сотрудники бригады приехали очень быстро. При доставке меня в приемный покой, я сидел, ожидал приема, ну, врача, чтобы не осмотрели. Сейчас скажу. Санитарка, Богданова, по-моему, фамилия, увидел, что подо мной грязный полы и выходя покурить из приемного покоя, сказал, что дам мне тряпку и я буду мыть полы. Хотел бы узнать, как бы это, хотя я даже не выходил никуда, а она сама ходила покурить и в этих же шлепанцах вернулся. Как вас зовут? Сергей. Сергей. А это в строковой больнице было, да? В строковой больнице было, в нашем отделении. Спасибо. Пожалуйста. На этот вопрос можем, наверное, мы отвечать оба. Не я, не Максим Васильевич, наверное, здесь не ответим за санитарку, прослушал фамилию. Вот. Ну, что опять, лично я могу сказать, не должно такого быть. Ну, неправильно это. То есть, пациент в стационаре, там, выходил он куда-то, не выходил, грязно у него под ногами, не грязно, окажут ему помощь, поднимут на отделение, там, пойдет куда-то сдавать анализы или делать рентгенограмму грудной клетки, неважно, что там ему положено, протрет пол этот грязный, санитарка все-таки она там, не должно такого быть. Ну, к сожалению, уровень культуры, он присутствует иногда низкий и среди людей, которые препятствуют проезду скорой помощи, и среди медперсонала. Такое бывает, с этим боремся. Да, мне кажется, что уровень культуры медперсонала – это особо статья, и при наборе на работу, мне кажется, нужно уделять этому просто… Этому уделяется очень большое внимание, но, к сожалению, бывает так, что люди на фоне эмоционального выгорания в конце суток, бывает так, что и срываются даже санитаров. Мы продолжаем наш диалог. Сегодня у нас в студии заведующий отделением скорой помощи курортного района Геннадий Феликсович Бидерман и кардиохирург городской больницы номер 40 Максим Васильевич Агарков. Вот из-за обилия ваших вопросов, уважаемые зрители, к чему мы очень рады, мы никак не можем подойти к основной теме нашей сегодняшней беседы, которая была заявлена как здоровье наших сосудов. Но я хочу… Вот мы вынуждены принять звонок, а потом я скажу, что мы хотим. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые гости. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в каких случаях надо вызывать скорую, а в каких случаях неосложную? А как вас зовут, напомню? Галина Васильевна. Галина Васильевна, вы постоянно называете меня Игорем, я вообще-то Юрий. Юрий, а почему-то я не здесь… Ну, если вам так больше нравится, для вас мы можем сделать исключение, как для самой активной нашей телезрительницы. Спасибо вам. Юрий, спасибо. Спасибо, спасибо. Ко мне, наверное, вопрос. Спасибо за ваш вопрос. Вы знаете, может быть, это смешно сейчас мой ответ покажется. Я сам не совсем понимаю, когда вызывать скорую помощь, а когда неотложную. Тем более, что у нас в курортном районе скорая и неотложная помощь, они объединены вместе. И это просто отделение скорой медицинской помощи, где находятся 10 бригад, которые распределены по нашим точкам, по местам дислокации, с учетом 20-минутного доезда. И то, что сейчас предлагают в Санкт-Петербурге, например, вот сделать, разделить скорую помощь и неотложную, это должны вызовы разделяться. Одни должны быть экстренные скорая медицинская помощь. Их разделили на эти поводы. И эти экстренные вызовы должны мы доехать до 20 минут. А вот неотложная помощь вызовы, к которым относятся, скажем, температура, повышение давления, некритические какие-то цифры, можно с задержкой до двух часов ехать. И вы же понимаете, что если мы сейчас в курортном районе эту практику начнем внедрять прямо сейчас, в таком сыром виде, как она сейчас есть, то получается, что вызов поступил на температуру. И мы уже вот пошли в машину, вдруг поступает вызов по поводу к вызову, который относится к экстренным. Мы, значит, этот отложили, поехали на тот. И нет никаких гарантий, что вот тот вызов, который был якобы не экстренный, что он за это время не станет экстренным. И самое главное, что вот эти критерии, вы понимаете, определяем не мы, не диспетчер, а получается, как нам сообщили о проблеме пациент или родственник, так мы и воспринимаем. Пациент не врач, он не понимает. И он не знает, насколько критично в груди болит, заложил, это остеохондроз, опять же, либо инк. Давайте упростим ситуацию. Как лично вы считаете, нужно ли такое разделение? Лично я считаю, что не нужно, не нужно, потому что пациент, вызывающий скорую помощь, для пациента это проблема. И для пациента это экстренная проблема. Он хочет, чтобы ему быстрее оказали эту помощь. Мы потом можем поговорить, что там какой-то процент, большой процент, скажем так, непрофильных вызовов существует, когда мы там, в общем-то, и не нужны. Но согласитесь, что лучше ошибиться в эту сторону, чем не попасть на вызов к тому, кто нуждается. Поэтому я лично не сторонник разделения, и мы на все вызовы стараемся доехать максимально быстро, как бы до 20 минут. Я напомню нашим телезрителям, что приз победителя конкурса зрительского сегодня – это услуги больницы номер 40 на 3000 рублей. А у нас есть звонок, и мы слушаем зрителя нашего. Говорите, пожалуйста. Алло, вы в прямом офисе, слушаем вас. Добрый вечер. Ну, видимо, какая-то техническая проблема небольшая. Хорошо, я думаю, что зритель перезвонит, если вопрос ему важен, ответ, вернее, на его вопрос для него важен. А мы давайте вернемся к вот нашему разговору, к которому мы никак не можем подойти. Это мы хотели начать нашу беседу с того, чтобы объяснить нашим зрителям, каков механизм инсульта одного из наиболее распространенных сейчас заболеваний в сосуде системы. Ну, говоря об инсульте, нужно понимать, что инсульт – это омертвление части мозга, которое происходит очень быстро и приводит к тяжелым последствиям неврологическому дефициту, когда у пациента перестает работать рука, нога, перестает работать речь. Механизмов всего три основных механизма. Это разрыв сосуда, это закупорка сосуда и это очень большой спазм сосуда на высоком давлении. Это три основных механизма, которые приводят к инсульту. На все три механизма, соответственно, существуют определенные правила лечения. Соответственно, вот говоря о инсульте, нужно говорить о профилактике возникновения трех этих механизмов. Мы должны лечить артериальное давление, особенно гипертонические кризы, которые приводят к нарушению мозгового кровообращения. Мы должны лечить аритмию, которая приводит к закрытию сосуда. И мы, опять же, должны профилактировать и диагностировать те состояния, которые могут привести к разрыву сосуда в голове. А вот как выглядят прямые или косвенные признаки инсульта? Это скорее, наверное, вопрос к скорой помощи, да, вот, как я понимаю. Давайте проследим. Когда мы заподозрим. Да. Опять же скажу, что когда мы, давайте раз с телезрителями мы подскажем, как им заподозрить инсульт. Что когда они должны понять, пациенты, родственники, окружающие, друзья, что надо вызывать скорую помощь. Значит, не мудрено, что инсульт, всем известно, может возникнуть в любом возрасте. В принципе. Максим Васильевич сейчас четко совершенно описал три причины. И как минимум одна из них может возникнуть в любом возрасте. Поэтому у пациента могут возникнуть признаки, которые, может быть, сразу и не отнесешь к какому-то заболеванию. То есть человек может начать нечетко произносить какие-то слова. То есть, у нас в медицинской среде это называется каша во рту. То есть, мямлить что-то. Сразу... Бессвязный текст. Нет. Текст может быть и связанный. И связанный, да? Он может совершенно осознанно с вами разговаривать, но при этом будет немножко вот так полностью не произносить слова. Может начать поперхиваться при приеме пищи. Сам того не замечая, пациент, у него может возникнуть асимметрия лица. То есть, может уголок рта немножечко опуститься, там щека чуть-чуть. И это как раз заметят окружающие. Вот. Ну, а когда человек чувствует, что у него там верхние или нижние конечности вдруг ослабло, стало меньше чувствовать, там не слушается как-то. Вот это то, что как может говорить и в инсульте. В таких случаях вызывают скорую помощь. Бригада на вызове уже более точная. Конечно, у нас есть свои, скажем так, методы обследования пациента неврологического характера. И мы диагноз инсульт выставим. И вот здесь, скажем так, мы прекрасно знаем, мы работаем в связке. Кардиохирурги, мы, приемный покой, то есть, все это отработано. Отделение компьютерной томографии, все это здорово. Мы привозим, не задерживаемся в приемном покое, сразу везем на компьютерную томографию, скорая помощь. А там у нас перехватывают пациента уже кардиохирурги, там делаем минимальный спектр обследований, поднимаем в операционную, если там сочтут необходимым. То есть, правила золотого часа при инсульте мы стараемся соблюдать четко. А что такое золотой час? Золотой час – это с момента наступления инсульта пациент должен попасть в руки кардиохирурга. Но это Максим Васильевич лучше. Золотой час – это не в прямом понятии час. Это то время, за которое мы должны достать тромб и, ну, закрытый сосуд, восстановить кровоток в мозгах для того, чтобы убрать признаки инсульта. Он может быть час, он может быть 15 минут. Это все строго индивидуально. Но чем меньше времени мы затратим на это, тем лучше. Золотой час – это то время международное, когда мы определили, что минимальное время, которое нужно для обследования пациента и для проведения операции с учетом всех возможных анализов. Мы вышли на этот уровень, но, к сожалению, наш золотой час не значит, что все будет хорошо, потому что время, когда находится пациент дома, оно играет самый основной лимит. Дело в том, что когда у пациента начинают появляться симптомы, чаще всего они решают, что сейчас пройдет, отойдет, отлежусь. И когда уже подходят к рот, время пошло. Время пошло от того момента, когда у пациента появилась первая симптоматика. Провис укол рта мы запустили секундомер. Максимальное время, когда мы можем взять в операционную, это 6 часов. Это при лучшем раскладе, бывает меньше. Соответственно, чем больше пациент находится в лимитроме, тем хуже у него прогноз. Мы можем восстановить кровоток через 4-5 часов и не получить никакого результата, потому что, к сожалению, мозговая ткань уже будет мертва. Поэтому очень прошу обратить на это внимание, что у пациента нет времени на отлежаться, если появилась симптоматика. Появилась симптоматика, родственники должны забить тревогу, тут же должны вызвать скорую помощь. Дальше мы можем помочь. Мы можем помочь только человеку, который к нам попал. Если он находится дома, мы ничего не сможем сделать. А вот какие у вас рекомендации? Если, скажем, просвещенные родственники, они знают симптомы, и вдруг они это увидели, и они уже чувствуют ситуацию, набирают скорую помощь, и вот время ожидания скорой помощи, все равно же какое-то время есть, она же едет какое-то время, да? Что они должны или что они не должны делать в это время? В первую очередь, надо человеку вложить обязательно. Обязательно надо вложить. Вот если какие-то симптомы такие появились, то крайне, не то, что нежелательно, запрещено физической нагрузки какие-то. То есть, человеку надо сразу в состоянии покоя, чтобы он лег, ну а дальше все банально. Я себя буду говорить, там свежий воздух, доступ. Надо просто его для начала успокоить, не надо там панику нагнетать в квартире, потому что один из признаков, как Максим Васильевич говорил, это повышенное давление может быть сильное. Если человек еще тут увидит, что вокруг него какая-то суета и паника, еще больше, конечно. Тут родственники должны понимать, что успокоить, положить, сказать, не волнуйся, сейчас приедет бригада. В таких случаях пациент может быть, скажем так, еще один из признаков, он может при высоком давлении быть и не совсем адекватен в происходящем. То есть, он может быть медицинским языком дезориентирован в пространстве быть и не совсем вообще понимать, что происходит. Может отказываться там, куда-то убегать. Вот главная задача окружающих – утихомирить, объяснить, успокоить, объяснить, чтобы остался на месте, да сжался врача. Мы вновь в нашей студии, продолжаем наш диалог, и я напоминаю нашим телезрителям о том, кто же сегодня присутствует в нашей студии здесь. Это заведующие отделением скорой помощи курортного района Геннадий Феликсович Бедерман и кардиохирург городской больницы номер 40 Максим Васильевич Агарков. Напоминаю вам, уважаемые телезрители, что приз сегодня телезрителю, задавшему наиболее интересный вопрос, а этот вопрос определяют наши гости в конце передачи. Так вот, приз этот – это услуги больницы номер 40 на сумму 3000 рублей. А вот пока шла реклама, мы немножечко переговорили между собой и выяснили, что еще один уникальный момент в медицинском спектре курортного района существует. Вот, может быть, Геннадий, вы озвучите. Ну, уникальность в курортном районе медицинской, медицинского обслуживания населения, уникальность в том, что только у нас в районе все медицинские учреждения, это скорая помощь, это три поликлиники, опять же, в поселке Песочном, в Зеленогорске, в Сестрорецке, отделение скорой помощи, как я уже сказал, женская консультация, противотуберкулезный диспансер и, как бы, городская больница номер 40, мы все одно целое. У нас единый руководитель Сергей Григорьевич Щербак, который ни одно, скажем так, подразделение свое вниманием не обделяет. Мы все друг с другом общаемся, мы все, как бы, контактируем, поэтому для пациента есть такое понятие преемственность. То есть, скорая помощь, уезжая с вызова, она пациента не бросает. К пациенту придет либо участковый доктор, либо пациент продолжит лечение в 40-й больнице и так далее, потом попадет к участковому врачу после лечения в 40-й больнице. Скажем так, его вся медицинская история, она открыта, она известна. Вот можно ли использовать такой термин, то, что медицинские услуги под ключ, то есть, имея в виду полный цикл. Да, вот как бы вот этот. Можно использовать. Можно использовать этот термин. Более того, мы привлекаем в нашу больницу, пытаемся донести это до жителей Санкт-Петербурга, других районов, которые живут не в курортном районе, что вот те вещи, которыми занимаются у нас больницы в 40-й, вот Максим Васильевич, там, кардиохирурги, которые сейчас мы рассказываем, у нас тема инсульт, но прекрасно работают и с острым коронарным синдромом, с инфарктами, со стенокардиями. Поэтому мы в Санкт-Петербурге говорим, приезжайте, приезжайте в больницу, когда к вам городская скорая помощь приезжает, проситесь, говорите, мы хотим приехать в 40-й больницу. А они не открыты. Кстати, может, да, пациент? Конечно, может. Скажешь, я хочу в 40-й больницу. Конечно, конечно, можно сказать, что я хочу в 40-й больницу. Тут другой вопрос. Городская станция позвонит в бюро госпитализации, там дадут наряд, номер наряда. Что такое номер наряда? Если в 40-й больнице есть место, конечно, дадут этот номер наряда пациенту, который попросится сюда. То есть могут отказать только в случае, если нет места? Да. У нас есть звонок, мы слушаем нашего зрителя. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Вера. Я хотела бы спросить товарища кардиохирург. Расскажите, как у нас в больнице ведется с 1-2 лет работа с пациентами, которые были в каком-то патологии. И ведется ли она вообще? И я еще хотела бы узнать, вот я заканчиваю колледж на медсестру, и я хочу пойти работать в бригаде скорой помощи. Расскажите, требуется ли медсестры сейчас? Как вас зовут? Вера. Вера. Ага. Так, Вера, устраивайся уже на работу прямо сейчас? Да. Ну, по поводу санпросвет работы. Конечно, вся медицина должна строиться на профилактике. Санпросвет работа в 40-й больнице ведется. Вот мы только что обсуждали как раз-таки того, что весь стационар у нас, весь медицинский кластер, все медицинские организации находятся под единым управлением и направлены на одну задачу – на обеспечение максимального медицинского комфорта для пациента. И, соответственно, санпросвет работы, естественно, осуществляется. Большинство пациентов, которые нуждаются в лечении и находятся в группе риска по ишемической болезни сердца, находятся на диспансерном учете. Мы проводим огромное количество как операции. У нас порядка 3,5 тысяч пациентов в год проходят через операционную. Все эти пациенты в дальнейшем наблюдаются. Все эти пациенты находятся на диспансерном наблюдении. Плюс мы регулярно проводим в 40-й больнице какие-то лекции для пациентов по назначению антикогулянтной терапии, по подбору антигипертензивной терапии. И очень много лекций. Соответственно, думаю, что на этом этапе мы максимально, что смогли, сделали в плане санпросвет работы. Даже сегодняшний наш эфир связан опять же с санпросвет работой. Мы стараемся во всех направлениях действовать. И, конечно, у нас это получается. Один из примеров, то, что в последние недели у нас достаточно сильно снизилось количество операций по инфаркту. С чем это связано? Я думаю, что это связано с тем, что мы практически всех смогли вылечить, смогли обеспечить хорошую просветительскую работу. Мы смогли выделить этих пациентов на более ранних этапах, прооперировать их еще без инфарктов. И сейчас количество инфарктов снизилось. Действительно снизилось. Именно это касается курортного района. Городские пациенты к нам едут в большом количестве. Но пациенты из курортного района, они уже, конечно, в основном нами уже обслужены, они вылечены и находятся под наблюдением. Ну, практически все пациенты, которые у нас поступают, они получают медицинскую помощь в полном объеме. По количеству пациентов в сравнительном с Германией мы находимся где-то на уровне хороших европейских клиник по количеству стентирований, по количеству ортокоронарного шунтирования на душу населения по курортному району. Мне как раз хотел вас спросить о цифрах, но вы немножко опередили. Вот такой любопытный вопрос из интернета. Мы получили от того... Извините, а там девушка спросила насчет работы устроиться. Она в медицинский колледж, что вот у нее второй вопрос был. А, вот видите, а я как раз специально хотел вас немножко отвлечь от этого, но вы как профессионал... Такая я жду, чтобы вот... Да-да-да, конечно. Ну, я хочу, коротко отвечу, хочу расстроить. Надо получить профессию фельдшера скорой помощи. То есть, должен быть фельдшер. Медсестра тоже может в каких-то редких случаях к нам попасть. Но лучше быть фельдшером скорой помощи. Я бы на вашем месте взял этот контакт, потому что если человек хочет у вас работать, надо ему помочь. Она обязательно найдет наш телефон, справочник и позвонит нам. Может быть, придет на практику. Потому что это не случайно уже будет выбор места работы. А я хочу задать вам такой вопрос. Это вопрос к вам двоим. Алла Борисовна спрашивает, если ваши дети захотят стать медиками, что вы им скажете? Это пускай Максим Васильевич первый ответит. А почему? Если захотят стать медиками, я не буду препятствовать тому, что мой ребенок захочет стать врачом. Всячески, наверное, помогу. Единственное, что, откровенно говоря, я бы, наверное, не хотел, чтобы мои дети работали либо на скорой помощи, либо в хирургии. Это связано с тем, что это действительно очень тяжелая работа. Особенно, что касается скорой помощи. Это очень опасная работа. Это работа, на которой люди подвергаются опасности. Мы вот вспоминали, каждый из нас как минимум один-два раза попал в аварию именно на скорой помощи. Надо понимать, что чем быстрее ты едешь к пациенту, тем большему риску подвергается бригада. Это всегда так было и так будет всегда. Потому что мы нарушаем правила дорожного движения. Чем быстрее ты стремишься, соответственно, тем больше шансов пострадать. У нас есть звонок, мы слушаем нашего телевизора. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Виктория. Очень приятно. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как у нас обстоят дела с детской скорой помощи, в частности, с детскими врачами, с педиатрами? Ну, раньше, вот насколько я знаю, не было педиатров на скорой. Спасибо. Спасибо. Дело с педиатрической бригадой обстоит лучше, чем год назад, когда мне задавали тот же сам вопрос. Я обещал, что мы будем делать какие-то движения в сторону организации этой бригады. Но все дело в том, что, вы понимаете, не все зависит вообще от нас. Мы очень хотим. Но за это время, что год прошел, очень много обстоятельств других образовалось, которые вообще не связаны с медициной. Это связано больше с какими-то потусторонними фактами, которые постоянно на нас оказываются. Не будем сейчас об этом говорить, но я могу сказать одно, что бригады пока нет, но врачи-педиатры есть. А значит, они могут оказывать скорую медицинскую помощь детишкам. Это первое. И второе. Пожалуйста, Виктория, не надо волноваться насчет педиатрических бригад, потому что скорая медицинская помощь, она оказывает экстренную медицинскую помощь. То есть она помогает в ситуациях, которые угрожают жизни пациента. Так вот, данную помощь у нас умеют, скажем так, качественно и хорошо, поверьте, оказывать все бригады скорой медицинской помощи. Конечно. Да, к детям это вообще святое. Мы к детям очень трепетно относимся. А главное, вы должны понимать, что лечить вашего ребенка, лечить, будут именно педиатры. Потому что педиатрическая служба в поликлиниках, амбулаторной есть. Стационары педиатрические в Санкт-Петербурге есть. Мы госпитализируем детишек только в детские стационары. Так что без помощи ваш ребенок не останется. Спасибо. У нас есть звонок, мы слушаем нашего телезрителя. Алло. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Меня зовут Нина Николаевна. Очень приятно. Вы знаете, я бы хотела именно вопрос задать. Вопрос, пожалуйста. Дело в том, что никак не попасть специалистом в нашей поликлинике. Предлагаю звонить по телефону, а телефон все время бывает и занят. Вы человек на работе, не возможно дозвониться. А какому специалисту? Можно вообще не попасть. Кардиологу. Даже здесь специалистам очень сложно. И не я за такая. Вы знаете, мы с собой общаемся и очень недовольны положением нашей поликлиники. Спасибо. Спасибо. Может быть, что-то не так делают? Нет, я здесь немножечко, может, хочу заступиться за поликлиники. Дело все в том, что, вы знаете, повышенный спрос к врачам-специалистам. Я не знаю, хорошо это или неплохо. То есть, значит, у нас все-таки неплохие специалисты, хорошие как бы доктора, которым хотят люди... Но их мало. Ну, их столько, сколько должно быть по штатному расписанию. Мы же тоже не можем посадить в поликлинику там бесконечное множество тех же кардиологов. Есть же какие-то все-таки рамки по населению там, по... Ну, не знаю. Просто вы звоните, вам не дозвониться. Вы обязательно дозвонитесь. Кардиологи есть и в поликлиниках, есть все специалисты. Просто, ну, как-то немножко с пониманием прошу вас отнестись, хотя вам надо туда попасть, и вы попадете. Ну, что остальные, телефон занят, значит, туда тоже кто-то пытается дозвониться. По компьютеру нельзя записаться? Да, можно записываться и по компьютеру. Разные способы есть. Но просто вот такой большой поток. Пользуются спросом поликлиника. У нас есть еще звонок, мы слушаем нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Спасибо большое дорогим врачам, что так заботитесь о нашем здоровье. Вот у меня конкретно вопрос к кардиологу. Вот если пожилому человеку поставили стенд один, и показан еще второй стенд на другом сосуде. Но пожилой человек не хочет делать вторую операцию, то что это зависит от того, нужно дождаться, что снова будет плохо человеку или можно сделать заранее. И как уговорить этого человека пожилого, чтобы он ответил. Вот такой вопрос. Замечательный вопрос. Очень часто сталкиваемся с подобной ситуацией. На самом деле все просто. Мы в любом случае встретимся. Опять же, к слову о профилактике. Мы с вами встретимся либо в плановом порядке, когда мы вам рекомендовали стентирование в плановом порядке, либо мы встретимся, когда случится инфаркт. Третьего не дано. Но дан третий вариант, соответственно, мы можем не встретиться, потому что это все может закончиться раньше, чем вы попадете к медикам. А вопрос был в том, как уговорить человека. Как уговорить? Понимаете, уговорить человека на операцию, конечно, достаточно сложно, если у него есть четкая жизненная позиция. Но нужно поставить все риски. Мы рекомендовали стентирование. Соответственно, мы пытаемся профилактировать инфаркт. Конечно, сейчас, когда пациента первый раз прооперировали, его состояние резко улучшилось, у него все хорошо. Но это не значит, что в течение года у него не случится инфаркт по зоне, по той артерии, которую мы решили и рекомендовали лечить. Скорее всего, так и будет. Поэтому вы попытаетесь донести, что вариантов на самом деле у человека немного. Либо мы встречаемся в спокойной обстановке, вы приходите к нам на два дня, мы вас оперируем в тот же день, в день вашей госпитализации, один-два дня, и вы выписываетесь, и мы с вами прощаемся. Либо это уже экстремальная ситуация, это реанимация, это приезд Геннадия Феликсовича, его скорой помощи. Соответственно, дальше вы попадаете в реанимацию, дальше вы попадаете на стентирование, после этого еще несколько дней в реанимации, длительный процесс реабилитации. Чем больше возраст, тем сложнее реабилитация, тем тяжелее выход у пациентов из состояния инфаркта. Мы продолжаем наш диалог. Хочу сказать, что мне с этой стороны не удалось задать все те вопросы, которые я хотел задать, потому что ваша зрительская активность преобладала сегодня, и это очень приятно. Вот мы говорим о заболеваниях, а давайте все-таки вот с вашей точки зрения поговорим о профилактике, о которой вы упомянули, и как специалисты, что бы вы рекомендовали всем нашим гражданам, независимо от возраста, для того, чтобы все-таки не попадать в ситуацию, когда скорая помощь привозит вас в классную, как мы сейчас выяснили, 40-ую больницу. Ну, во всем мире уже доказано и используется такая вещь, как диспансеризация. К сожалению, в последние десятилетия мы потеряли эту возможность, но, уважаемые зрители, диспансеризация – это то, что в дальнейшем позволит вам избежать встречи с нами в экстренных ситуациях. Если вы будете соблюдать положенные, рекомендованные обследования каждый год, думаю, что тогда это позволит профилактировать тяжелые ситуации, тяжелые инфаркты, инсульты, и, соответственно, поможет вам жить долго и достаточно счастливо. И вот еще у нас есть вопрос, на который я спрошу вас предельно кратко ответить. Это Игорь Максимов спрашивает. В каждой профессии есть важные и интересные случаи. Кто из ваших пациентов запомнил сам больше всего? Если таковы и есть. Откровенно говоря, мне запомнились мои пациенты. Это тот период, когда я работал на скорой помощи. Это все дети. Не вдаваясь в подробности, но дети откладываются на всю оставшуюся жизнь. И это были хорошие случаи, плохие случаи. Но как раз-таки возвращаясь к проблемам скорой помощи, педиатрической службы, все дети запоминаются. Спасибо. Мне тоже запомнились все случаи, в основном, которые были тяжелые. Действительно, были тяжелые пациенты, потому что служба была у нас реанимационная, кардологические бригады. А из смешного, ну, наверное, когда собачку кавказскую овчарку вывели нам посреди комнаты и попросили определить, есть у нее глисты, нет, потому что казалось, что она очень много ест. Ну, это такой двоякий вариант. Да, не знаю. Сказал бы, что он сильно смешной, да? Ну, было изумление, конечно, потом мы улыбнулись. Говорит о некотором недоразвитии, по-моему, у граждан. Хорошо. Конкурс. Какой из вопросов показался вам наиболее интересным? Кто получит услуги от вашей фирмы, от цирковой больницы? Ну, мы посовещались, и все вопросы были замечательные, вопросов было очень много, все даже не запомнили, пришлось вспоминать. Ну, выделили мы Викторию. Ирина, если вы имеете в виду вопрос? Ну, которая хотела родственника уговорить. Да, Ирина, да? Еще один сосуд. Да, этот вопрос очень для нас животрепещущий, потому что пациентов пожилых очень много. Старайтесь, разговаривайте, находите общий язык, и, конечно, мы вас ждем, мы всегда поможем, но остальное зависит от вас. Спасибо. Ну что ж, наша передача заканчивается, время истекло, хотя, повторюсь, вопросов у меня еще было достаточное количество. Я хочу пожелать прежде всего вам здоровья, потому что от того, насколько вы будете здоровы, будем здоровы и мы. Спасибо вам большое за вашу благородную, трудную работу. Спасибо нашим телезрителям, которые принимали участие в нашей передаче, особенно тем телезрителям, которые активно сегодня задавали свои вопросы. Всего доброго, будьте здоровы и увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин